ни хау здравствуйте сегодня как обычно представляем взводный бой с вами зонг и зук день добрый дорогие товарищи да он только что свернулся спортивного задания которым ему дали поручение нагибать чем мы собственно сейчас и займемся до взвод ст это то что необходимо для занятия стратегической позиции на карте карелия но стратегическая позиция на карте карелия всем хорошо известно это парк штаны партский собственно туда едем собственно да как это не парадоксально но вот эти самые заполученные штаны это ключ практически ко всей карте конечно если вся команда едет штаны получается некий нелепый случай другой фланг обрадить никому там кто-то проходит и вот мы врываемся до с вертухана пытаюсь засадить иногда иногда бывает получается иногда нет проанализировали список видим что противника есть тут и стешечек несколько батчат 62 и пытаемся их с ними бодаться понимаю что нет арты можно спокойненько выцеливать батчата думаю сейчас я ему пробью место аккуратнее его выцеливаю начинаю сводиться и делаю выстрел шот неожиданно вылезает партнер ну что ж подумал я повредив ему бак слава богу что не загорелся отмазывайся отмазывайся ты просто комиссары играешь да расстрел на месте за вступление сразу вот понимаю на что втором играть хорошо от башни это там которого лобовая броня пробить очень сложно да 121 в общем-то внешне довольно похож на советское ст откуда собственно и появился у нее другие особенности это полное отсутствие углов и мощная огромная пушка башню танкует не так хорошо на танковать может вот этот получаем бак причем братья внимание бак ты не повредил да потом это еще мне лукнется не пробивает и 7 где-то снаряд по гусеницами пролетает и мы его занимаем вот эту важную страничную точку здесь конечно лучше иметь углы которых у меня нету поэтому будем придумывать всякую фигню да фигню фигней и вот пытаясь 162 тоже попал в башню его не пробил но 110 и 5 противник оказался реально малешкой вот я как бы не рискую пока выехать думаю что тяжеловато будет против 3 2 тт и 1 ст бодаться на склоне расстреляют ну нам вот е5 делает неожиданный подарочек вылезая попочкой мы ему собственно и напихиваем причем низко не видно чтобы он вылетел там например зажатый вперед он просто поехал рулил вперед и слился дашь который мне бак повредил значит видимо могу загореться на следующий шаг насчет загореться на следующий шаг вот смотри внимательно да видал это потому что кто-то мне повредил бак поэтому вот такой совет на 121 не катайтесь там со всяким рисом доппайком и чё там них на китайцев дает потому что 121 все таки как такой типичный представитель советской танковой школы в лоб горит за милую душу я не пробиваю со 7 обидно е4 рашет просто неожиданно так брутально даже супреждение беру вот резко останавливается чуть не промазал не 5 до вечера это точно и вот видите здесь не перестреливаться с ними вообще никак потому что угол там минус 3 градуса или 2 градуса короче нет я вижу что зуб рашет надо срочно спасать тире подбирать фражек шагово сделано я потерял прилично хп и в упор не замечаю что у меня убит механик водитель в упор я этого не замечаю вот такой я лень ты говоришь что у тебя там командир имеет скилл мастер на все руки ну да у меня уже пятиперковый экипаж на этом танке это здесь экипаж который я получил на мс-1 когда только-только взял аккаунт world of tanks и начал прокачивать ветку средних танков поэтому у меня на нем самый самый скилованный экипаж меня как-то не заметил что мехвод убит а мне вот из 4 свертуха она просто повернув меня башню тут же мне еще меня пробивает так что хп уже меньше половины приходится играть начинать осторожно но штаны взяты противника отсюда выдавлен так сказать стратегические цели счет 62 ослабляться рано но как видите перспектива такая налицо причем для меня неожиданно мы это увидим уже после боевой статистике скажу что 121 имеет такой средний обзор как у всех других танков и если для поставить туда оптику если кто-то захочет риск прокачать экипаж то будет такой же глазастый как все остальные стежки не впечатляет до его альфа конечно очень очень нагибучая здесь пока не видно я буду пробьешь 400 метров группа торчит только если голдой тут вырывается т-49 не попадаю более снайпер чем я да вот орудие 101 но конечно не такое точно как по советских ст там нет такой супер стабилизации на ходу с ним надо сводиться но оно как бы все равно точно дпм у танков просто просто зашкалил можете разобрать одного к одному на любой танк в игре замечательное орудие если бы еще опускался цены бил не было посмотрите как хэвик приседает на 486 но выстрелы с тэшки да да мак очень серьезный что ему двигаться тут же засвете его кончик башни волос на киеве и заканчиваю его существование на этой карте в принципе центр расчищен осталось только танки на их базе быстро он сколько контактов глаза разбегаются зуб метким выстрелом поставил гуслю и подобрал ягу что сказать вот этим орудиям я нигде не успел везде опоздал на дальней дистанции и вот наглядно видите преимущество 62 в этом деле а также как видите не надо съезжать отсюда если не хотеть потерять еще 200 прочности за спасибо но мне кажется сочетание этих двух средних танков она вот чем-то мне напоминает сочетание тяжей в одном из прошлых наших видео если вы не смотрели хэвик и из 4 если у нас первого сравнишь с хэвиком тип он дамажит да да дамажит и ну что-то отдаленно так да что-то отдаленно хотя у 62 да вот хоть и появились новые стэшки советские все равно я считаю что второй по-прежнему из всех трех лучший именно за счет своей непробиваемой башни в принципе и во всех остальных характеристик в принципе равный за этот счет в 62 выиграем 40 и у всех остальных а мы тут уже практически добиваем соперника ну и мы добить и успеть фражек набить я сейчас кстати опять увидите преимущество на длинных дистанциях 62 и сейчас а вот увидимся как раз звук какой пиксель там торчит вы там пол капка наверно на хочу я туда стрелять я попал каток поставил два подряд причем ну и 50 четверка тут я мечета забывшая добивать его бежит вся команда но но 480 дамаг то как у тяжа нервничать 54 подбивает камень насмерть и прощальный полет итак результаты на вашем экране мастер обратите внимание еще на третьем скриншоте будет видно за что дали мастера мастер дали поэтому и сколько за дамаг а вот тут его совсем чуть-чуть 4000 урона что это 50 уровня из тэшки мастеровый бой а за за свет по этому дамагу четыре с половиной как я там насветил столько где когда не старался узкими китайскими глазами что мы какой вывод из этого боя можем излечить в хорошем в хороших руках хорошая машина нагибатор но не только в хороших нормальных китайский танк это хороший усовершенствованный советский танк поэтому они вдвоем нагибают и еще если у вас прокачан на советском топовом ст у командира мастер на все руки а птичку можно не возить до на этой сенсации мы с вами прощаемся всем пока 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 пока